Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о самом загадочном и многим непонятном направлении в медицине – о гомеопатии. Что это за наука? Почему работает принцип лечить подобное подобным? Почему в гомеопатии используются микроскопические дозы лекарств и можно ли с их помощью победить болезнь? Как работает закон бесконечно малых доз? Гомеопатические препараты в последнее время все смелее атакуют полки аптек и завоевывают своих почитателей. Почему это так получается? Вопросов у нас очень много и ответить на них мы попросили нашу гостью – гомеопата Надежду Николаевну Баранову, которая продолжительное время занимается этой удивительной и загадочной сферой в медицине. Надеюсь, она ответит на ваши вопросы, если вы зададите их по телефону, который видите на экране. Мы работаем в прямом эфире. Надежда Николаевна, спасибо, что пришли к нам в студию. Вопросов действительно у нас очень много. Непонятное направление. Многие вообще ничего не знают о гомеопатии. Многие знают неполную информацию. Надеюсь, вы нам проясните ситуацию. Но прежде чем мы поговорим о гомеопатии, скажите, пожалуйста, почему в последнее время так стремительно ухудшается здоровье людей? Самый главный враг человеческого здоровья – это глупость человеческая. Я скажу одну замечательную народную мудрость, которая гласит, что первую половину жизни человек тратит здоровье, чтобы заработать деньги, и вторая половина жизни он тратит деньги, чтобы сохранить здоровье. Вот именно поэтому. Ну, наверное, гомеопатия поможет нам побороть глупость? Или нет? Вообще, что такое гомеопатия? Гомеопатия – целительная сила живой, самой природы, сконцентрированная в маленьких горошинках. Всего лишь. То есть, принимая эти горошинки, мы можем помочь своему здоровью. Мы можем победить болезнь? Однозначно. Можем. А вот скажите, некоторые говорят, что гомеопатия, ну, это гомеопатические препараты, они безвредны, потому что они настояны на травах. Не путают ли они здесь с фитотерапией? Или всё-таки травы используются в гомеопатии? Фитотерапия – это отдельный метод нетрадиционной медицины. Гомеопатический метод – это стройная система медицинских знаний и используют лекарства, которые берёт из самой природы. Это и травы, это и минералы, соли, кислоты, продукты животного происхождения. Практически вся таблица Менделеева является гомеопатическим лекарством, если его приготовить гомеопатически. А как это приготовить гомеопатически? Значит, есть три шкалы приготовления гомеопатических лекарств. Десятичная, сотенная и тысячная. Я расскажу об одном из шкал приготовления лекарства. Если это сухое вещество, то оно растирается в ступке и берётся одна крупиночка этого растёртого вещества. Растворяется в девяти каплях, если десятичная шкала водного раствора. Встряхивается 10 раз. Из первой пробирки берём одну каплю в такой же раствор, вторую пробирку, из второй в третью, из третьей в четвёртую, из четвёртой в пятую, из пятой в шестую. То есть последовательное разведение лекарства, это будет, если мы берём лекарство из шестой пробирки, это будет шестое десятичное разведение. Если мы берём шкалу сотенную, то растворяется одна капля на 100 капель. И если тысячная, то в тысяче каплях. А почему такое большое разведение используется? И будет ли там какая-то польза, какие-то молекулы хоть останутся в этом разведении? В разведении всё, что выше 12С, молекулы практически нет. Но в природе ничто из ничего не возникает и ничто никуда не уходит. То есть там нет молекулы, но там есть след лекарства потенцированный. То есть встряхивание даёт потенцию лекарства или силу. Поэтому силу, чем выше разведение, тем сильнее лекарство. Серьёзные болезни лечатся высокими разведениями, если уровень здоровья достаточно высок у пациента. Скажите, почему нужно встряхивать? Для чего это делается? Встряхивание даёт силу, потенцию. Наверное, вода, может быть, запоминает вот эти молекулы, обладает памятью, и потом уже она воздействует на организм человека. Вода выстраивается в ту решётку химическую, которую имеет лекарство, вещество, и даёт эффект. Надежда Николаевна, ну вот принцип гомеопатии – лечить подобное подобным. Как его расшифровать? Что это значит? Гомеопатия имеет свои законы, законы природы, и от них никуда не уйдёшь. Вот чтобы вылечить болезнь, нужно возвратиться как в киноплёнке назад или прошагать путь в обратном направлении. Только тогда можно сказать, что пациент здоров, отмотав тот путь, который прошёл к симптоматике болезни. Поэтому малые дозы, они не являясь токсичными, приводят к состоянию выздоровления за счёт внедрения в клетку человеческого организма. Материальные дозы не могут проникать в клетку и не дают такого эффекта, как малые дозы. Надежда Николаевна, а как вообще зародилась гомеопатия? И почему она зародилась? Наверное, вот в течение обстоятельств такое положила? Или наоборот гомеопатии шли долгое время? Шли долгое время гомеопатии. И ещё 5 веков до нас предполагали учёные, что можно излечивать пациента подобным лекарством. И только немецкий врач Ганнеман в 1796 году первый раз заметил, что малые дозы лекарств оказывают больше эффект, чем высокие дозы лекарств. И написал свой труд, опыт нового принципа к использованию лекарственных препаратов в малых дозах. После этого нашёл себе ученик. Его окружили ученики, которые стали использовать малые дозы. И стало понятно, что эффект использования малых доз значительно выше, чем материальных доз. Так зародилась гомеопатия. И в 1810 году он написал свой первый труд, который называется «Органон врачебного искусства». В переводе – «Закон врачебного искусства». Этот закон до сих пор используется практически всеми врачами-гомеопатами. И является настольной книгой каждого гомеопата. Точно так же, как в Библии. А скажите, почему, если это такая вот отрасль, будем называть её медициной, эффективная, почему же врачей-гомеопатов так мало, а лопатов намного больше? Сейчас и гомеопатов становится достаточно больше, но очень трудно изучать гомеопатию. И нужно образование больше по времени и интенсивно вкладывать свой труд в образовательные мероприятия практически больше, чем даже медицинский институт. Поэтому и мало таких врачей. А в своё время гомеопатия не была запрещена? Она шла как бы вразрез с такой традиционной медициной? Или просто они существовали потихонечку параллельно? Одно время была запрещена, но в 1989 году Министерство здравоохранения издало указ, 165-й приказ о внедрении гомеопатического метода в медицину. А почему опять начали возрождать гомеопатию? Что послужило использование больших материальных доз аллопатических лекарств. Аллос – это против симптома, которым проявляется болезнь человека. И стало очень много отравлений на фоне приёма этих лекарств. И как только пациент обращался к гомеопату и наступало выздоровление, постепенно очень, когда лечились великие люди того времени, и понимали, что метод достаточно эффективен, вот после этого приказ этот внедрили в жизнь. И как начали появляться врачи-гомеопаты? Им пришлось всё заново изучать, понимать все эти знания? Каждый врач начинает с нуля гомеопатия. Но книг для изучения гомеопатии несметное количество. Было бы только время их читать. И не только русские, советские, но и зарубежные. Этим книгам 1908 года книги и 1843 года книги, которые уже переведены сейчас. Так что есть, как и почему изучать гомеопатию. А скажите, вот бывая на приёме врача-гомеопата, он очень подробно спрашивает, казалось бы, абсолютно о других вещах. Спрашивает, допустим, о родственниках, или спрашивает, какое время вы ложитесь спать. Для чего это делается? Он не спрашивает о болезни, что болит, голова или зрение плохое? Спрашивает, конечно, о болезни. Первое, на что жалуетесь, какие проявления вашей болезни, когда вам хуже, когда лучше. И спрашивает модальности пациента, то есть его конституцию, когда спать, на каком боку он спит, как погода влияет на него или не влияет, пристрастие к еде. Потому что врач-гомеопат лечит пациента, а не болезнь. Поэтому и спрашивает пациента, каков он. Да, вот он это все спросил. И потом, как дальше? Он сам назначает какие-то гомеопатические ему лекарства, препараты? Или все равно нужно проходить какое-то обследование, куда-то ходить в лабораторию, где-то еще? Конечно, к врачу-гомеопату пациент приходит обследованным. Если он приходит не обследованный, я всегда отправляю пациентов на обследование. Так невозможно по-врачебному говорить, что все в порядке, я вас вылечу и не надо никаких обследований. Конечно, в обязательном порядке. Обследования нужны. Но лекарство назначается по симптомам болезни и конституции пациента. То есть по подобию, какова болезнь с проявлениями у этого данного пациента. И лекарственный препарат, который подобен данному пациенту. А скажите, какие вы препараты назначаете своим пациентам? Как вы их подбираете? Их столько много, у них такое разное название. Как понять? Причем от одной болезни можно же прописать несколько гомеопатических лекарств. Вот как выбрать именно тот? Нет, метод классической гомеопатии прописывается одно лекарство в данный момент определенной потенции. Вот так, одно должно быть лекарство. Немного. А можно ли их сочетать с традиционными, купленными в аптеке? Все зависит от ситуации, с какой проблемой пришел пациент. Если он пришел, и у него гипотензивные препараты он принимает, то сразу, мгновенно отменить эти препараты и сказать, вы их не принимаете, а пейте только гомеопатия невозможно. Только постепенно, когда стабилизируется артериальное давление, можно постепенно отменять дозу лекарственных препаратов. Если это гормональные препараты, которыми пользуются пациенты с бронхиальной астмой или пациенты с гипофункцией щитовидной железы, то же самое. Иногда невозможно уйти от аллопатических препаратов, если, допустим, совсем щитовидная железа не работает, ее уже никаким лекарством не заставишь работать. Тогда пациент принимает и гормоны щитовидной железы, и гомеопатические лекарства, если это требует ситуации. Но они друг другу не противоречат эти лекарства? Нет. Их можно так принимать? Да, если ситуация позволяет, можно принимать, потому что здесь... Но лучше, конечно, без... Без аптечных препаратов. Без аптечных, конечно. Скажите, гомеопатические лекарства нужно принимать довольно долгое время? Почему? Это же не краткосрочный курс, что пропил, допустим, 5 дней, и все, и закончилась на этом болезнь и лечение. Есть скоропомощные лекарства, такие как коконит, белодонна, нуксомика, которые можно принимать однократно, и действие препарата ощущаешь, ну, как на кончике иглы. А есть лекарства длительного действия, смотря, что мы хотим. Если болезнь хроническая, и она продолжалась в течение 20 лет, то невозможно одной дозой препарата вылечить пациента. Поэтому назначается какое-то лекарство, которое подобно данной ситуации, на определенное время. Как только меняются симптомы, нужно менять лекарство. Или наоборот, оставлять это же лекарство в этой же потенции. Или подниматься выше по потенции препарата. А тут уже каждый индивидуален очень пациент. Скажите, а вот говорят, что гомеопатические препараты хорошо назначат деткам. Потому что все-таки аптечные препараты, они сильные, они не всегда безопасные. А гомеопатические, они безопасные. Это правда? Если правильно назначать, безопасные. И дети очень замечательные пациенты, которых результаты видишь сразу практически на детях. Они не так загружены лекарственными веществами. Вот они хорошо подаются лечению гомеопатическим препаратам. Ну, все-таки гомеопатические лекарства – это такие маленькие крупинки. Да. Маленькие крупинки – это молочный сахар. Молочный сахар. И там содержится в очень-очень-очень малых дозах лекарства. Эти крупинки пропитаны лекарственным веществом. Надежда Николаевна, не кажется, что это все-таки плацебо? Что вот эти вот все крупиночки – это не более чем просто молочный сахар. Просто человек знает, что он принимает лекарства. И вроде бы как внутренне сосредотачивается. И считает, что он принимает лекарства. Нет. 200 лет эффект плацебо существовать не может. Это уж точно. В Киеве, в Украине у нас был замечательный врач Демьян Владимирович Попов. Он за свои годы практики 60, в течение 60 лет принял около миллиона пациентов. Ну, скажите, миллион пациентов, эффект плацебо как? Сработает на миллионе или нет? Думаю, что нет. Очень интересно вообще. А скажите, один и тот же препарат может ли назначаться людям с разными заболеваниями? Да. Может, да? А как вот они действуют? Расскажите. Разные заболевания? Ну, одного, допустим, бронхит, у другого, я там знаю, горло болит. Или сердце. Вот почему оказывает действие и на одну болезнь, и на другую? Ну, прежде чем описать лекарственный препарат, его давали в сверхвысоких дозах группе людей. Ну, допустим, 200 человек. И в течение полугода записывали все симптомы, которые проявлялись у здоровых людей на фоне приема лекарственного препарата. И наиболее подобные или часто встречающиеся симптомы их записывали, и это был патогенез гомеопатического лекарства. И наши лекарства действуют и на психическую сферу, и на ментальную сферу, и на тело человека. Поэтому, если человек подобен, ну, допустим, нашей любимой пульсатиле, то мы можем ее назначать для лечения, допустим, хронического цистита. Но это все, к примеру, не обязательно. И если человек подобен той же пульсатиле, и у него ангина гнойная, мы можем назначать пульсатилу, и она сработает достаточно быстро и хорошо. Не говорит ли это о том, что человек решил лечиться сам, где-то взял гомеопатический препарат, и начинает им лечить все свои болячки? И цистит, и сердце, и печень, и все на свете. Самолечение здесь вообще, как оказывается, влияние? Можно на острую ситуацию, допустим, травма какая-то без кровоизлияния, может пациент сам принять лекарственный препарат гомеопатический, который называется арника, но это если он не на серьезном лекарстве. Если только пациент на каком-то лекарстве, он сам не должен принимать гомеопатических препаратов. И профессию врача Бог придумал не зря. Человек не должен сам себе назначать лекарство. Можно, конечно, но эффекта не будет. Люди больными такими серьезными заболеваниями, как туберкулез, они принимают серьезные, тяжелые препараты, токсичные даже. Можно ли их отменить и вылечить туберкулез гомеопатией? Нет, отменять точно нельзя, потому что это серьезная болезнь. И есть специальный приказ, который не позволяет отменять эти лекарства, сложнейшие, сильнейшие антибиотики. Мы можем только помогать противодействовать осложнениям воздействия, допустим, серьезных, сильных лекарств. Но есть клиники в Швейцарии, в Индии, в Германии, в Англии, которые занимаются достаточно серьезными заболеваниями, такими как онкология. И они, допустим, отправляют пациента на хирургическое лечение, химиотерапию и параллельно назначают гомеопатическое лечение. С достаточно хорошим эффектом. При подготовке к нашей передаче вычитала на форуме, что женщина напишет, что с помощью гомеопатических лекарств вылечили онкологию. Может быть такое? Да. А как это может быть? Как случается, если не помогают сильные, серьезные препараты? А уж такие крупиночки маленькие, они могут помочь? Если уровень здоровья пациентки был первый-второй уровень, то, в принципе, при правильном назначении гомеопатического лекарства и длительном введении пациентки такое возможно. Это серьезное заявление. Это серьезное заявление, но параллельно с заключением врачей-онкологов. То есть здесь невозможно сказать, вот, приходите и никуда больше не ходите. Так нельзя. Опять идти вместе в тандеме. Параллельно. Скажите, а почему гомеопатические препараты делаются из таких экзотических каких-то составляющих? Да, мы, по-моему, и акули хрящ или еще что-то такое. Нет, акули хрящ. Там нет. Но все равно там такие какие-то интересные и необычные вещества. Все, что дает природа. Все, что дает природа, из них можно приготовить гомеопатическое лекарство. Вопрос в том, чтобы описать патогенез это лекарство. Как он в сверхвысоких дозах действует на человека и как будет отвечать человек на эти сверхмалые дозы. Сколько в основном нужно лечиться гомеопатическими? Крупиночками этими? Ну сколько? Очень по-разному все зависит от ситуации. Есть лекарства гомеопатические, которые высокой потенции, там 10М, 50М, которые можно принять одну крупинку, отследить с доктором, как и что, и полгода не принимать никаких практических лекарств. При условии, что высокий уровень здоровья пациента. То есть надо первоначально сохранить высокий уровень здоровья? Каждый человек рождается со своим уровнем здоровья. Их всего 4. И каждый уровень имеет 4 подуровня. Вот в зависимости от того, какая генетика, какой образ жизни, и только после этого определяется уровень здоровья. Если он высокий, то в принципе очень в редких приемах гомеопатическое лекарство и можно прожить до 90 лет и больше. Замечательно. Не принимая в то время никакие другие? Да. А кому бы Вы рекомендовали пользоваться услугами гомеопата? Я долго размышляла над этим вопросом. Как мне кажется, лучше всего это критические периоды жизни человека. Вы понимаете, для женщин это пубертатный возраст, дети до 5-7 лет, климактерический возраст. Это все женская половина человечества. В принципе, и для мужской половины то же самое. Это для того, чтобы принимать лекарства с профилактической целью, предупредить развитие заболевания. А если человек уже имеет болезнь, то в зависимости от того, от ситуации, как человек относится к гомеопатии, насколько выражены органические изменения в его здоровье. Потому что у меня есть разные пациенты. И 80-летние, и месячные пациенты тут. Вот как ноги привели. Понятно. И последний вопрос. Даете ли Вы какие-то гарантии при лечении гомеопатическими средствами? Вообще ни один терапевтический метод на данном этапе развития человечества не даёт гарантии. И невозможно предсказать, как подействует лекарство через 2 дня, через день или через 10 дней. Нужно только отслеживать, как. Даёшь первую дозу лекарства и смотришь, как. И только после этого уже понимаешь, если улучшилось общее самочувствие человека, настроение, он поменял образ своей жизни, значит лекарство работает, значит гарантии будут. И самое главное, нужно верить в успех. Лечить не болезнь, а больного – один из законов гомеопатии. И верить в успех, в выздоровление. Потому что вера действует лучше, чем любая таблетка. Вся гомеопатия построена на вере. Это самое тонкое явление всех, что связывает нас с окружающим миром. Вера лечит и спасает. Давайте верить, что всё будет хорошо. Берегите себя и будьте здоровы.